Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Высокий градус и дорога – вещи несовместимые. Чужие ошибки других не учат, а сотрудникам ДПС остается только считать жертвы. Большому городу Большой аэропорт в Нижегородской воздушной гавани начали строить новый терминал. Вместо душных пробок – свежесть и простор Аки. У жителей автозаводского района теперь есть еще одна возможность добраться до центра города. Праздник требует жертв. Движение в День города в Нижнем Новгороде будет частично перекрыто. Расскажем, где конкретно нельзя будет проехать. А также, что ни день, то прибавление. В зоопарке Лемпопо животные не перестают радовать руководство и гостей пополнением в своих семьях. Об этих и других событиях вторника расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей «Город». Меня зовут Дмитрий Сорокин. Здравствуйте. Итак, вторник на этой неделе запомнится нижегородцам проливным дождем. Такого в городе давно не было. И хотя после затяжной засухи хороший ливень был просто необходим, к нему мы, как всегда, оказались не готовы. Кое-где потоки воды даже образовывали настоящие водопады и фонтаны. На некоторых дорогах ливневые канализации с таким потоком воды не справлялись. И автомобилистам с трудом удавалось проехать. На дорогах образовывались огромные пробки. По прогнозу портала Гесметио, дождь будет идти в Нижегородской области только еще один день, 11 июня. А после этого осадков не ожидается. А вот, по словам нижегородских синоптиков, более точный прогноз будет известен чуть позже, после окончательных замеров. А именно, какая погода ждет нижегородцев в день города? Аномальная жара или все же ливни? Вот эти 15 градусов после 25, это достаточно сухие. Но неустойчивая погода сохраняется, конечно, и не просто дожди, и местами ливни, как и прогнозировали, они идут кое-где в градом. К другим темам. Погоню, которая закончилась полетом нарушителя в Кювет, обсуждают сейчас в интернете нижегородцы. Оказалось, что водитель 14-й едва стоит на ногах, и не от полученных травм, а от выпитого спиртного, что подтвердили инспекторы ДПС. Мария Белова расскажет, как это было. Поедешь к врачу? Каком врачу? Дурак, что ли? Мне плохо, б***ь! А? Ты меня, б***ь, пристегнул сюда, б***ь, а? Дурак, б***ь! К врачу, б***ь! Даже после того, как его машина побывала в Кювете, нарушитель никак не мог успокоиться, не усмирили дебоширы и наручники. Ругаясь матом, требовал от инспекторов справедливости, какое точно сформулировать не мог. Кхе-кхе! Все, езжай! Инспекторы ДПС организовали преследование за водителем 14-й еще на проспекте Гагарина. На требовании остановиться водитель лишь прибавил скорость. Догнала его полицейская машина уже на большой ельне, когда тот был в Кювете. Сам нарушитель от медицинского освидетельствования отказался, да и в показаниях путался. Говорил, что вел машину его приятель, который с места происшествия скрылся в неизвестном направлении. Смотрите, вон травма. Мне очень плохо, я не знаю, кто за рулем был. Ну как, знаю, приятель. Вот, скорая помощь, они меня не забрали. А вот у инспекторов был на этот вопрос однозначный ответ. Водитель один находился в транспортном средстве, находился в машине. В отношении него были применены спецсредства, наручники. Управлял с признаками алкогольного опьянения. На наши требования пройти медицинское освидетельство он проигнорировал также. По словам инспекторов, водитель 14-й управлял автомобилем в нетрезвом виде. Об этом же без слов говорила почти пустая бутылка, которая лежала возле автомобиля. В итоге горе-водитель все же согласился сесть в карету скорой помощи. Там ему обработали раны, они оказались неглубокими. В этой аварии, к счастью, никто не пострадал, но такое бывает крайне редко. Ой, б***ь, сегодня я избил. О, б***ь, б***ь. Иной номер его. Ох ты, б***ь. Этот случай произошел весной в Ленинском районе. Водитель Хиндай так отпраздновал Международный женский день, что утром 9-го, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил прохожих прямо на тротуаре. С места происшествия скрылся, оставив трех пострадавших женщин лежать на асфальте. От удара госномер отлетел от автомобиля. Благодаря этому лихача удалось задержать. И таких случаев очень много. Статистика 2014 года неутешительна. За 5 месяцев 2014 года у нас было выявлено более 10 тысяч таких нарушений. Причем, если сравниться с аналогичным периодом прошлого года, то количество таких нарушений выявленных выросло почти на тысячу. К сожалению, не уменьшается и количество дорожных транспроисшествий по вине нетрезвых водителей. В этом году у нас уже зарегистрировано 251 ДТП по вине водителей в алкогольном опьянении, в которых 28 человек погибли и 358 получили ранения. Чтобы подобных случаев в грядущие праздники было как можно меньше, сотрудники ДПС планируют провести ряд профилактических мероприятий, а также обеспечивать безопасность на дорогах города в усиленном составе. А я напоминаю, что за управление автомобилем в нетрезвом виде вам грозит штраф 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав сроком до двух лет. Но самое главное, это может стоить кому-то жизни. Мария Белова и Максим Жалыбин, Служба новостей город. Первое заседание экспертного совета по вопросу 71 маршрута состоялось в Нижнем Новгороде. И вот что интересно, когда этот совет создавали, говорилось, что в его состав войдут перевозчики, представители администрации и средства массовой информации. Однако последние как раз оказались и не в курсе, что заседание уже прошло почти неделю назад. И только сейчас об этом стало известно. Идет нормальная абсолютно работа, и на прошлой неделе был собран экспертный совет. Коллеги вместе решают, перевозчики, те проблемы, которые существуют. А правоохранительные органы, надзирающие органы, в том числе прокуратура, ведут свою работу, они поставят точку. Администрация города со своей стороны сделала все необходимое. Я напомню, в начале мая в городе разгорелась настоящая революция, когда на 71 маршруте перевозчика Дмитрия Коргина официально сменил Александр Комраков. В поддержку прежнего владельца устраивались автопробеги, собирались митинги из нескольких тысяч нижегородцев, а автобусы с желтым бампером несколько недель возили горожан бесплатно. Ситуация накалилась до предела. После личной встречи с Олегом Кондрашовым, прежний владелец маршрута Дмитрий Коргин остановил активную агитационную деятельность и призвал своих сторонников, которых только в интернете набралось больше 15 тысяч, последовать своему примеру. Сразу после этого автобусы с желтым бампером вышли в рейс без номера маршрута и как экскурсионные уже за 15 рублей. Сейчас Олег Кондрашов на все вопросы о 71 маршруте ссылается на экспертный совет. Сейчас небольшой обзор происшествий города и области. Пожар в центре города на улице Малоимской в огне оказался жилой дом на 8 квартир. Возгорание произошло ближе к полуночи, когда часть жильцов уже спала. Очаг пожара находился в коридоре на втором этаже. К моменту обнаружения огня пламя уже охватило стену деревянного строения. Жители дома вовремя успели выбраться на улицу, прихватив с собой самые необходимые вещи и документы. Вскоре к месту происшествия стали прибывать первые пожарные расчеты. По прибытии к месту вызова происходило открытое горение кровли двухэтажного жилого деревянного дома по всей площади. Создалась угроза устранения на соседний жилой дом, а также на первый этаж этого дома. При тушении пожара возникли ряд сложностей, а именно то, что была прикрыта проезжая часть и низкая степень огнестойкости здания. Однако в ходе тушения пожара, благодаря действиям пожарных подразделений, пожар удалось локализовать в кратчайшие сроки, а также на той площади, в которой был момент прибытия. Около часа специалисты МЧС боролись с огнем, и в результате с пожаром удалось справиться. Распространение стихии удалось предотвратить. В ходе осмотра пожарные дознаватели выяснили, что причиной происшествия, скорее всего, стала электропроводка, находящаяся в аварийном состоянии. 24 часа потребовалось инспекторам ГИБДД, чтобы найти и доставить в отдел полиции водителя, которого подозревают в наезде на пешехода. ДТП с участием пешего участника движения произошло накануне на трассе Нижний Новгород-Касимов. Пешеход переходил дорогу по правилам, водитель сбил его и скрылся с места аварии. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. С учетом обстоятельств происшедшего, госинспекция обратилась к населению с просьбой об указании помощи в установлении автомобиля. Однако сотрудники отделения Роскополка дорожной патронной службы ГИБДД МВД по Нижегородской области сами практически за сутки установили местонахождение автомобиля. Машину установили благодаря осколкам зеркала заднего вида и бампера, которые остались на месте происшествия. Из десятка подобных автомобилей, зарегистрированных поблизости, стражам порядка удалось найти тот самый. Он был спрятан в гараже. Владелец автомобиля пояснил, что к данному ДТП не причастен. Тем не менее, на место обнаружения автомобиля была вызвана следственная оперативная группа в территориальный орган внутренних дел. Автомобиль помещен на штрафную стоянку, а владельцы автомобиля доставлены в территориальный отдел полиции для получения объяснений. По факту этого происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение, по какой статье возбуждать уголовное дело. Во вторник началось строительство нового пассажирского терминала в международном аэропорту Стригина. Здание будет в три раза больше нынешнего и существенно увеличит пассажиропоток. Это действительно значимое событие для города, ведь единственный терминал был построен еще в 1969 году и уже требует реконструкции. Нажали на кнопку и стройка тут же закипела. На строительство терминала уйдет полтора года. Новые воздушные ворота появятся к концу 2015-го. Площадь здания составит 27,8 тысяч квадратных метров. Это в три раза больше площади существующего терминала. Следить за ходом стройки сможет каждый желающий. Напротив площадки установят веб-камеру. С появлением нового пассажирского терминала аэропорт Стригина сможет увеличить пропускную способность. Новый терминал будет принимать 800 пассажиров в час. Проект предусматривает развернутую систему видеонаблюдения, комфортные залы ожидания, четыре телетрапа для перехода на борт самолета, а также ресторанную и фитнес-зоны. Всего же планируется построить три новейших терминала. Воздушные ворота не только откроют нижегородцам мир, но и решат многие проблемы, в том числе на федеральном уровне. Такой транспортный узел, мощнейший, в Нижнем Новгороде, он будет решать многие проблемы, потому что пассажиропоток во все страны, и по деловому туризму, и по отдыху, с востока уходил как раз от нас. Потому что сегодня это все идет через Москву. В Москве непростая довольно-таки транспортная ситуация. Я думаю, что мы своей столицей здесь таким образом поможем. И вот о чем пойдет речь далее в нашем эфире. Вместо душных пробок свежесть и простор Аки. У жителей автозаводского района теперь есть еще одна возможность добраться до центра города. Праздник требует жертв. Движение в День города в Нижнем Новгороде будет частично перекрыто. Расскажем, где конкретно нельзя будет проехать. А также, что ни день, то прибавление. В зоопарке Лимпопо животные не перестают радовать руководство и гостей пополнением в своих семьях. Вы смотрите Первый городской телеканал. В эфире служба новостей город. У жителей автозаводского района появилась еще одна возможность добираться до центра города, минуя пробки по воде. В городе запустили новый речной трамвайчик. В числе его первых пассажиров была наш корреспондент Екатерина Вологина. Она расскажет, сколько стоит это удовольствие. Новый речной маршрут открывают пусть и небольшим, но торжеством. События сродни историческому. Впервые в городе запускают столь протяженный рейс в 20 километров. Речной трамвай свяжет микрорайон Юг, что на автозаводе, с центром города, у пристани в Александровском саду. Пассажирами дебютного рейса стали первые лица города. Олег Кондрашов даже купил, как и полагается, билет. Кстати, стоимость поездки в одну сторону составляет 40 рублей. Но нижегородцев такая цена, которая дороже, чем в общественном транспорте, не смущает. Хорошую погоду, отличную. Чем ехать в автобусе, лучше, конечно, по воде. 50 минут, ну что, а в пробках по 2 часа стоять. Пока на линии будут курсировать два водометных катера вместимостью 30 и 12 человек. Для пассажиров здесь предусмотрен комфортабельный салон, а в кабине капитана большой пульт управления. Есть GPS-навигатор и даже эхолот. Водометный катер удобен тем, что не требует специально оборудованного причала. Актуально еще и то, что у судна небольшая осадка, а значит сесть на мель такому кораблю точно не грозит. Скорость судна у него эксплуатационная 27-28 километров в час, максимальная 33. То есть вот этот маршрут, по этому маршруту, маршруту микрорайон юг, вот Нижневовская набережная, 30-40 минут. Первый рейс отправляется с пристани Южная в 7 утра, а завершать работу суда будут в 8 вечера. В постоянном режиме речные трамваи начнут курсировать уже с 11 июня. Интервалы рейсов и точное время отправления можно узнать на причалах, но организаторы обещают, что в часы пик курсировать суда будут раз в полчаса. Даже то, что судно вышло в первый рейс в дождливую погоду – хороший знак. Если поездки окажутся востребованными, количество таких судов увеличат. Речные трамваи станут еще одной визитной карточкой города. В городе, который расположен на двух реках, такого вида транспорта не существует, но это нонсенс, согласитесь. Мы с этим нонсенсом жили не одно десятилетие, поэтому пора уже заниматься тем, что это, конечно, не решение проблемы, но я считаю, это и украшение города, это и приятные, и душевные, особенно в выходные, в погожие деньки. Не исключено, что такой полезный экскурсионный маршрут обретет еще несколько остановочных пунктов на автозаводе. В планах администрации продлить рейс и в Сормовский район. Екатерина Вологина, Александр Батраков, Служба новостей, город. Во второе воскресенье сентября в этом году все пойдем на выборы. За кого предстоит голосовать, расскажет Оксана Васильева в рубрике «Короткой строкой». Спонсор рубрики «Короткой строкой» – народное финансирование «Алтын». Здравствуйте, и сейчас коротко о некоторых событиях региона. Губернаторские выборы пройдут в Нижегородской области 14 сентября этого года. Теперь дату утвердили официально депутаты Заксобрания региона на внеочередном заседании. Напомню, президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Валерия Шанцева и одобрил его участие в предстоящих выборах. В соответствии с уставом Нижегородской области, выборы губернатора назначают законодательное собрание. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Ранее о своем желании принять участие в выборах губернатора Нижегородской области заявил депутат Государственной Думы России Александр Курдюмов. Во время празднования Дня города будет ограничено движение на некоторых улицах. С 8 утра и до полуночи 12 июня будет прекращено движение транспорта по площади Минина и Пожарского прилегающим улицам и съездам. С 12 часов до полуночи ограничат движение по площади Маркина улицы Рождественской на участках от переулка Городецкий до площади Маркина и от площади Маркина до улицы Широкая. С 16.00 до 23 часов прекратят движение по площади Буревестника. Ограничено движение также будет и накануне праздника по площади Минина и Пожарского на участке от улицы Ульянова до улицы Минина в связи с подготовкой. Также отмечу, что с 22 часов 11 июня и до полуночи 12 июня машины, припаркованные в зоне проведения праздничных мероприятий, будут эвакуировать. Баскетбольный клуб Нижний Новгород проиграл московскому ЦСКА. Поражением для наших спортсменов закончилась стартовая игра финала Единой лиги ВТБ, куда наша команда вышла впервые. Матч закончился счетом 65-54 в пользу москвичей. В составе ЦСКА самым результативным стал Милош Теодосич, 13 очков, а у Нижнего Новгорода Семен Антонов и Павел Коробков по 11 очков. Следующая игра серии «До трех побед» пройдет в Нижнем Новгороде 10 июня. Третья игра состоится 13 июня в Москве. Если понадобится, четвертый матч пройдет в Москве на следующий день, а пятый, 17 июня, на площадке Нижегородцев. Сотрудники отдела информации, главка МВД, отмечают свой профессиональный праздник. 10 июня исполняется 31 год со дня образования ведомства в системе Министерства внутренних дел России. Сотрудники подразделения ежедневно находятся на передовой, оперативно решая важные задачи по информированию населения о криминальной ситуации в регионе, о резонансных преступлениях и профилактике правонарушений. В том числе, благодаря этой службе, за пять месяцев 2014 года в СМИ появилось более 30 тысяч материалов о деятельности Нижегородской полиции. Такие результаты стали возможны благодаря партнерским отношениям пресс-службы Нижегородского полицейского главка с журналистами. 30 тысяч нижегородских детей пойдут в первый класс в школьной форме. Минобор науки России принял постановление об обязательном введении единой школьной формы для всех учащихся школ в будущем учебном году. Но каждая школа может выбрать свой вариант одежды. Как рассказали в Нижегородском министерстве образования, понятия школьного стандарта в законе нет. Есть лишь требования к одежде, которые будут рекомендованы для выполнения во всех школах Нижегородского региона. Сейчас региональное министерство образования разрабатывает соответствующие документы. Требования, как говорят в Роспотребнадзоре, есть и к обуви и сумкам школьников. Портфели должны иметь устойчивую спинку для правильной осанки, а также светоотражающие элементы. Рюкзак школьников младших классов должен весить не более 700 граммов, для старших – не более 1 килограмма. Это были все новости короткой строкой за 10 июня. И теперь новости из мира животных. Продолжает пополняться число жителей страны зверей и птиц Лимпопо. В зоопарке обзавелись потомством лемуры, шиншиллы и копытные животные. Елена Демидова их увидела первой. Даже два детеныша на животе не мешают самке кошачьего лемура и лектре так ловко перемещаться по вольеру. Природа все предусмотрела. Эти активные животные имеют очень цепкие лапки, да и вес малышей всего по 100 граммов. Двойняшки появились на свет 1 июня, и пока без мамы во всех смыслах им и шага не шагнуть. А это уже апартаменты шиншиллы. Семья грызунов также пополнилась двойней. Пол детенышей пока определить не удается, а вот по расцветке можно сказать, что один пошел в маму, другой в папу. С первых дней малыши шиншилл способны свободно передвигаться. Правда, днем они не очень активны. Эти пушистые зверьки ведут ночной образ жизни. Родителями стали и копытные животные. Уже третий ягненок появился у голубых баранов Галатея и Галилея. Новорожденный буквально ходит по питам за мамой. Она для него не только самое близкое существо, но и источник питания. Основное питание сейчас у него материнское молочко. И до трех недель он пока, это будет у него являться основным кормом. А так переходит на полноценный корм, на растительную пищу уже с четырех месяцев. Как признаются работники зоопарка, особенно рады они пополнению в семьях редких животных. Так впервые стали родителями винтороги и козлы. За два года у винторогих козлов Сидора и Крошки появились первые детеныши. В эти выходные родились два козленка. Стоит отметить, что эти животные занесены в международную красную книгу. Поэтому каждое потомство имеет огромное значение для сохранения вида. Расширилась и семья пятнистых оленей. Теперь самка Бэмби ходит парой со своей дочкой. Олесю приходится держаться в стороне. Чтобы не ранить своих детей, еще до их появления самцы сбрасывают рога. Новые образования очень чувствительны. И если самке что-то не понравится, она знает, на какое место надо давить. Кстати, у этого вольера любят собираться молодые художники. Олени благородные и красивые животные. У оленей красивая расцветка. У них оранжевая шерсть, белая пятнышка. Маленький олененок любит ходить за своей мамой. Видимо, ему она очень интересна, но он ее очень любит. В ближайшие несколько месяцев после рождения детеныши остаются с родителями. Потому что они обычно питаются маминым молочком. Родители передают им такие необходимые знания о жизни. Как вести себя с сородичами, с людьми. Когда они подрастают, обычно они переезжают в другие зоопарки. Потому что оставлять их вместе с родителями нельзя. Иначе у них не будет шанса создать свою семью. Но до конца каникул детский сад в зоопарке Лимпопо точно будет работать. Елена Демидова, Максим Жалебин, служба новостей город. Ну и сейчас пришло время новостей интернета. Все самое интересное в обзоре социальных сетей. Лошадь чуть не сорвала съемки программы Ксении Собчак. Вот такие веселые люди живут в Нижнем Новгороде. На съемки программы «Сделка» с известной телеведущей пришли подготовленные. А вот охрана такой шутки не поняла. Ребят попросили удалиться. Видео выложила Алина Бикаева. Ко дню города в Нижнем Новгороде появится новая скамейка. И не простая, а в честь виртуальных героев Рунета. Городоначальник Олег Кондрашов в своем личном блоге поделился фотографией скамейки с именами блогеров. Ее своими руками создавал в Ижевске скульптор и по совместительству блогер Сергей Дебугруа. Напомню, скамейка украсит Большую Покровскую. Жарко даже ночью. Новый проект от нижегородцев. Девушки катаются с байкерами по городу Топлес. В минувшие выходные они собрались у катера Герой и проехались по главным улицам города. Фотографиями поделилась Екатерина. Коза на набережной Федоровского удивила не только людей, но и местных животных. Кот не растерялся и быстро доказал, кто тут главный. Вот такое объявление увидел пользователь с ником МКВ на автобусной остановке в Сормовском районе. Там жители района хотят собрать митинг в день города против строительства церкви на проспекте 70-летия Октября. Нижегородцы уверены, что собрав очередной митинг, можно отстоять свою позицию. Кстати, митинг не согласован. Ваш фото и видеоотчет тоже может дополнить наш эфир, но для этого, когда будете выкладывать его в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской НН». Ну и теперь наш традиционный опрос о своих хороших новостях. Нижегородцы нам сами рассказали. Давайте посмотрим. У меня сегодня закончились экзамены, и это вообще очень круто. Ну, если так, то да, наверное, там сдача ГИА. Все закончилось. Да, наконец-то. Все круто. Сейчас мы идем в кино. Завтра у нас концерт в соцзащите нашей школы. Дай бог, чтобы все хорошо мы выступали. С одной дамой моей. Я руководила хором ветеранов. Четыре года в ДК Свердлово. По-моему, мы встретились с друзьями. Это самая лучшая новость, которая может быть. И мы гордимся, что мы идем по улице. Мы свободны, нам хорошо. Мы в Иварси. Мы театр комедии. И Казанову, пожалуйста, приходите к нам. У нас будет премьера. Я сдала все единые государственные экзамены и почти поступила в университет, в который хочу поступить. Дождик пошел. Все-таки было очень жарко. Хорошо, что дождик пошел. Все, уже веселее стало. Значит, будет все расцветать, все вырастать, все будет хорошо. Мы ездили в Италию недавно. Нам очень понравилось. Мы хотим снова вдвоем вернуться туда. Пока ничего не радует, к сожалению. С удовольствием вам рассказал, поделился. Но нет ничего. У меня все отлично. Я институт закончил неделю назад. Я рад. У меня свадьба была позвчера. Ну и в завершение выпуска мы возвращаемся к теме погоды. Завтра последний день на этой короткой рабочей неделе. Будет ли он таким же пасмурным и дождливым, как сегодня? Сейчас узнаем от Анастасии Клепневой. Она находится на Нижневолжской набережной и выходит на прямую связь со студией. Настя, здравствуй. Мы тебя слушаем. Добрый вечер, Дима. По лунному календарю луна растущая. Это хорошее время для начала новых дел, чтобы строить планы или принимать важные решения. Например, можно начать с диетом или бороться с вредными привычками. В народе верили, что в этот день нельзя было скакать и прыгать, так как земля именно в этот день становится тяжелой и ее нельзя было тревожить. Но по прогнозам синоптиков, завтра днем в Нижнем Новгороде будет плюс 21 градус. Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ночью плюс 16. И у нас на этом все. Я напомню, что все новости выпуска дублируются на сайте Первого городского телеканала. Адрес его сейчас вы видите на своих экранах. Ну а если вам есть чем дополнить наши выпуски, тогда запишите телефон редакции 217-01-71. Обязательно звоните. В 8 часов вечера смотрите на нашем канале фильм «Крутой папочка». Я же с вами на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова